Здравствуйте, ребята! Как поживаете? Надеюсь, у всех все хорошо. Рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня, ребята, мы с вами познакомимся с произведением Михаила Михайловича Пришвина, который родился в 1873 году, а скончался в 1954 году. Это русский и советский писатель, прозаик и публицист. Откройте, пожалуйста, учебники на страничке 188. Мы познакомимся с произведением Пришвина «Лесной доктор». Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц, дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То было, как нам говорили, заготовка дров из сухостоя. Лесо для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно. Наша осина лежала, и вокруг нее пня было множество пустых еловых шишек. Это все дятел отшелушил за долгую зиму. Собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками в своей мастерской и долбил. Около пня на срезанной нашей осине два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес. «Эх, вы проказники!» сказали мы и указали на срезанную осину. «Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?» Дятел дырки наделал, ответили ребята. «Мы поглядели и, конечно, спилили, все равно пропадет». Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину внутри ствола, прошел червяк. Дятел, очевидно, высушил осину, как доктор, выстукал ее своим клевом, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый, не толстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал хирург, и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. «Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея. Видите?» сказали мы ребятам. «Дятел – это лесной доктор, он спас осину. Она бы жила и жила, а вы ее срезали. Пареньки подивились». В этом произведении у нас есть незнакомые слова. Во-первых, дупленой – это живущий в дупле. Например, какие птицы были указаны? Дятел, совы. Дупло, ребята, это пустота в стволе дерева, как указано на картинке. Обратите внимание. Далее. «Сухостой» – это засохшие на корню деревья. Экспонат, ребята, это предмет, выставленный на выставке в музее. Итак, мои хорошие, переходим к грамматической части нашего урока. Давайте-ка с вами вспомним, что мы изучили на прошлом уроке. Правильно, мы с вами говорили о предлогах. Итак, предлог – это что? Верно, это часть речи. Слова «к», «у», «с», «в», «о», «об», «над», «на», «по», «под», «до», «из», «без», «от», «за», «для», «около» и так далее. Это все предлоги. Предлоги служат для связи слов-предложений. Например, сидит за партой, рисует в альбоме, беседует с товарищем. Вы, ребята, наверняка заметили, что предлоги со словами пишутся раздельно, всегда. Кот Васька лежит на столе, гриб растет под деревом, птенцы сидят в гнезде, лодка отчалила от берега, лев готовится к прыжку. Итак, к какому выводу мы пришли, ребята? Как пишутся предлоги со словами? Верно, ребятки, предлоги со словами пишутся всегда раздельно. На страничке 189 нашего учебника есть правило, которое вы должны обязательно запомнить. Предлоги со словами пишутся раздельно. Это орфограмма. Предлоги употребляются с именами существительными, по тропинке, за горами, около дома. Перед глаголами предлогов, ребята, никогда не бывает. Запомните это обязательно. Ну а мы с вами выполним упражнение на страничке 189. Третье. Отгадайте загадку, напишите загадку по памяти и подчеркните предлоги. В пестрой одежонке, в красненькой шапочке, по лесу летает, в барабан играет. Кто это, ребята? Верно, это дятел. Где же наши предлоги? Правильно, в, далее, верно, в, далее, правильно, по и в. Молодцы, ребята, напишите эту загадку по памяти. Следующее упражнение, четвертое. Спешите текст, вставляя подходящие по смыслу предлоги. Дети катались, верно, в лодке. Далее, правильно, ребятки, около озера накачались камыши. Около. Далее, водой летали чайки и стрижи. Правильно, над водой. Далее, белка плыла, правильно, по озеру. Она выбилась, верно, ребятки, из сил. Дети помогли маленькому зверьку. Белка села на край весла. Вот и берег. Молодцы. Следующее упражнение, пятое. Составьте из данных слов предложение и напишите. Яблоня зацвела в саду в. Что у нас получится? В саду зацвела яблоня. Далее, цветы яблони похожи на белые облака. Скоро на ней появятся сочные плоды. Далее, ребятки, у нас задание. Подчеркните предлоги и слова, с которыми они употреблены. Правильно, в саду. Далее, ребята, правильно, на белые. И, верно, на ней. Что мы можем сказать про написание предлогов со словами? Верно, предлоги со словами всегда пишутся раздельно. Итак, мои хорошие, какой мы можем сделать вывод? Слова, стоящие перед другими словами, то есть под, в, от, по, через, в, с, к, над, на, перед, около и так далее, это все предлоги, ребята. Они служат для связи слов-предложения. Предлоги пишутся со словами правильно, ребята, всегда раздельно. Молодцы, мои хорошие. Ну а наш урок подошел к концу. До свидания, до скорой встречи. Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада вновь приветствовать вас на уроке математики. Тема нашего сегодняшнего урока будут снова часы. Сегодня мы будем с вами работать в нашем учебнике на страничке 63-64. Давайте выполним с вами задание номер 3 на странице 63. Но для начала давайте ознакомимся с данной информацией. Когда минутная стрелка находится между 12 и 6, говорят, например, 5 минут 10. Итак, давайте посмотрим. Наша стрелочка двигается, начиная от 12 до 6. Если она находится у цифры 1, мы говорим 5 минут, у цифры 2 10 минут, у цифры 3 15 минут, у цифры 4 20 минут, у цифры 5 25 минут. Ну а когда она находится у 6, вы уже знаете, это половина. Значит, каждый раз прибавляется у нас по 5 минут. Который час? Давайте посмотрим внимательно. Итак, минутная стрелка у нас находится у цифры 1, а часовая у 8. 5 минут 9. То есть уже было 8, проходит 5 минут к 9. 5 минут 9. Посмотрим на эти часы. Минутная стрелка у нас у цифры 2, а часовая отошла от 11, между 11 и 12. 10 минут 12. Посмотрим эти часы. Минутная стрелка у цифры 3, это означает 15 минут, Здесь у нас минутная стрелка на цифре 5, а часовая находится между цифрами 5 и 6, значит 15 минут 6. Здесь у нас часовая стрелка находится между цифрами 1 и 2, а минутная на цифре 4, это означает 20 минут 2. Здесь у нас минутная стрелка на цифрами 5, а часовая между 10 и 11, значит 25 минут 11. Теперь рассмотрим задание номер 4 на странице 64, но ознакомимся вначале с информацией. Когда минутная стрелка находится между 6 и 12, тогда мы используем предлог без. Например, без 5 минут назад, то есть без 5-3, еще не хватает 5 минут, без 5 минут. Итак, ребятки, посмотрите, без 5 минут, без 10 минут, без 15 минут, без 20 минут, без 25 минут, ну и половина, уже когда стрелка находится у 6. Итак, какое время показывают часы? Посмотрите, ребятки, 5, 10, 15, значит без 15-ти 5. Часовая стрелка ближе к пятерке, но она находится между цифрами 5 и 4, значит без 15-ти 5. Просмотрим эти часы, у нас минутная стрелка находится на 11-ти, значит без 5-ти, все верно, 7. Посмотрите-ка, без 10-ти, 5, еще 5-ти, 10, без 10-ти, час. 5, 10, 15, 20, 25, то есть без 25-ти, 8. Посмотрите на эти часы внимательно, 5, 10, 15, 20, без 20-ти, час. Выполним задание номер 5 на странице 64. Назовите соответствующее время для каждых часов. Итак, у нас первые часы, у нас показывано на часах, посмотрите внимательно, 5, 10, 15, 20, без 20-ти, 4. Сколько будет через 5 минут? То есть стрелочка наша на 5 минут пойдет вперед, и это будет уже без 15-ти, 4. Через 10 минут, и так, еще 5 и 5, будет все верно, без 10-ти, 4. 5 минут назад, значит, стрелочка у нас назад, если пойдет на 5 минут, то это будет все правильно, ребятки. Минутная стрелка будет на 7, это значит 5, 10, 15, 20, 25, без 25-ти, 4. 10 минут назад, то есть мы минутную стрелку должны повернуть на 10 минут назад. 5, еще 5-10, будет на 6, значит, половина четвертого. Рассмотрим вторые часы. Итак, у нас минутная стрелка находится между 12 и 6, значит, мы говорим 10 минут. Уже не используем предлог без, мы используем предлог без только тогда, когда наша минутная стрелка находится между 6 и 12, а когда между 12 и 6, то мы не используем предлог без. 10 минут 8, через 5 минут, то есть наша стрелочка подвинется на 5 минут вперед, и это будет, подумайте-ка, 5, 10, 15, 15 минут 8. Какое время покажут часы через 10 минут? Итак, 10 минут сейчас показывают, еще 10, 5, 15, еще 10, 20, 20 минут 8. Какое время покажут часы 5 минут назад? Итак, у нас 10 минут, мы поворачиваем стрелочку назад, и это будет, все правильно, 5 минут 8. Какое время показывали часы 10 минут назад? Итак, 10 минут, мы поворачиваем стрелку, если 5, и еще 5, 10, получается ровно 7 часов. На этом, ребятки, наш урок подошел к концу. Выполните задание номер 6 и 7 на страничке 64, а также оставшееся задание в рабочей тетради. Всего вам хорошего, до встречи на следующем уроке. И обязательно практикуйтесь по определению времени на часах.